Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 17 марта 2018 года. Я, так как я живу в сибирском регионе, погода нас не сильно балует, плюсовых температур у нас еще не было вообще. Вот первые два дня, вчера и сегодня, была хорошая температура. Сегодня за бортом у нас минус 1, в теплице 36 градусов. Так как сегодня выходной день, суббота, муж у меня дома, он помог мне вынести все лотки, которые можно выносить. Дома остались только те, которые я недавно пикировала. Я хочу вам показать все мои посевы на сегодняшний день. Так как массовых посевов томатов у меня еще не было, лоточков еще очень мало, всего один стеллаж на одной стороне. Потом будет вся теплица заставлена. Вот видите, вот там вдалеке, где совсем крошечные, это перцы массовые посевы. Вот здесь вот, те, которые я вам уже показывала, это для получения раннего урожая моя рассада. Это то, что я буду высаживать в теплице. Конечно, она самая буйная, самая здоровая такая, потому что у нее большой возраст. Но вот там дальше, вот далеко-далеко-далеко, все дальше-дальше-дальше, там совсем крошечные посевы. Я сеять начала с 29 января, сеяла почти каждый день. И для каждого посева, для каждого срока посева у меня свое дальнейшее использование. Как вы видите, посевы все разномастные. Какие-то пойдут в теплицу. Томаты для открытого еще совсем маленькие, некоторые даже не проклюнулись, стоят дома. Какие-то перцы пойдут в теплицу, какие-то на улицу. Вот здесь у нас не хватает только, я еще не сеяла, томаты для открытого грунта скороспелки, томаты для открытого грунта среднеспелые. А все позднеспелые сорта у меня посеяны, но они находятся дома. Вот сегодня вышли на прогулку, всего 64 лоточка. Насеяно у меня больше намного, конечно. Сею я одна сама, каждая семечка. Поэтому у меня они все, можно сказать, разные-разные, потому что в один, как сказать, в один срок посеять очень трудно одному столько. Но все равно я стараюсь, я вам показывала, как я делаю массовые посевы томатов, ой, перцев. Вот сейчас я буду с 18-го числа делать массовые посевы томатов для открытого грунта, вот для выращивания в тоннелях, для выращивания на рассаду, на заказ. Я вам все буду показывать, и кто заинтересовался массовыми посевами, можете посмотреть. Про перцы я вам все уже показывала. Вот видите, вон там вдали маленькие вот эти посевы, это массовые посевы перца. Они как раз к тому времени, когда согреется теплица перечная, они подрастут, и я их высажу в теплицу, распикирую. Возможно, пикировка будет сразу в теплицу, зависит от весны, ранняя будет или нет. Возможно, придется еще раз их распикировать по лоткам, а потом уже высадить туда. Я вот сегодня уже писала в комментариях, что мы, те, кто живет в сибирском регионе, нам для того, чтобы получить качественную рассаду, приходится очень сильно потрудиться, приходится не раз распикировывать. Вот эти томаты, я уже показывала, я их сначала посеяла, потом распикировала чуть пореже в лотки, но так, чтобы они не разрастались, потому что им еще долго сидеть. Потом я их буду распикировывать в отдельные стаканчики, я уже начала этот процесс вон там, видите, высокие, которые, вот высокорослые я уже начала распикировывать, или в отдельные лотки пореже, или в отдельные стаканчики. Потом, если будет весна поздняя, я буду их распикировывать еще в больший объем И поэтому, когда жители южных регионов с такой усмешкой смотрят Ой, вам делать нечего, по 2-3 раза пикируете Это не нам делать нечего, это у нас такие условия погодные, неблагоприятные Что нам для того, чтобы вырастить хорошее растение, хорошую рассаду И получить еще богатый урожай, приходится бегать с ними туда-сюда Мы вот как на сетке, то в теплицу, то домой, то пикируем, то пересаживаем, прищипываем, затормаживаем, стимулируем Нам приходится делать очень-очень много тех операций, которых южанам, конечно, они об этом даже и не знают иногда Им даже смешно кажется, что вот зачем так сильно убиваться, иначе мы не получим хороший урожай Вот я показала вам всю свою рассаду, ну ту, которую вынесла У меня дома стоят только те, которые после пикировки, их, конечно, я не могу на солнце И те, которые на проклевывание, там еще, ну немного, там 20-30 лотков Остальные у меня уже принимают солнечные ванны Это хорошая помощь рассаде Я надеюсь, с помощью солнышка, хотя вот сегодня они хотя бы один день прогреются Уже почва обеззаразится, листочки позеленеют Дальше буду вам показывать, когда буду высаживать в рассаду Или еще там какие-нибудь важные моменты Но вот с сегодняшнего дня, вернее со вчерашнего Я начала по мере возможности выставлять ящики в теплицу Мне это возможно, потому что у меня теплица пристроена к дому Специально для этого и делала Именно в такой теплице получается толстая, зеленая, закаленная, здоровая рассада До свидания Желаю всем удачного сезона огородного Чтобы он был лучше, чем в прошлом году В прошлом году была жесть С весенними заморозками в мае до минус 7 Со снегом, с градом в июле Ничего хорошего Но будем надеяться, что в этом году будет все хорошо Пока предпосылки все к этому есть До свидания Субтитры сделал DimaTorzok